Царь Иван Грозный и Остап Бендер вновь главные герои. И пусть знаменитые кадры из фильмов с их участием складываются из песка, кадры со съемок впечатляют. Работы режиссеров песчаного кино, то есть скульпторов, уже можно назвать настоящими произведениями искусства, пусть и недолговечными. Сохранятся они вскоре лишь на фото и видеоматериалах. Зато в техническом плане мастера пробуют все новые методы работы, современные формы и образцы. Я попытаюсь показать развитие от первой фотографии до 3D, то есть не конкретный фильм, а развитие технологии. То есть сначала вот идут такие плоские штуки, а потом здесь уже будет объем в конце. В отличие от настоящих героев фильмов, песчаные скульптуры могут исчезнуть при сильном дожде и ветре, ведь основные строительные ингредиенты очень капризны. Поэтому труд этот, кроме профессиональных умений скульптора, требуют еще и знаний работы с неординарными материалами. Необходимо найти песок с повышенным содержанием глины, чтобы заданная форма не разваливалась. Предпочтение отдается речному. Его песчинки, в отличие от морских, имеют грани, а не круглую форму. А перед созданием композиций подготавливаются специальные деревянные формы, в которые слоями укладывается, уплотняется, смачивается и утрамбовывается песок. Только после этого мастер приступает к работе. Во-первых, рисовать надо уметь. Во-вторых, чувствовать форму. Если форму чувствуют, то можно хоть из такого материала делать скульптуру. Компанию фигурам из песка составят садово-парковые скульптуры из дерева. У нас существует еще второй конкурс, проводится по деревянным скульптурам, скажем. Как таковые, это будут лавочки. Лавочки какие-то, возможно, креативные, лавочки из дерева. Приходите, посмотрите. Сейчас пока процесса нет, процесс только начинается. В этом году за главный приз, денежную премию и диплом победителя поборются 9 мастеров скульптуры и 7 резчиков по дереву из Сургута, Нижневартовска, Санкт-Петербурга и Москвы. Работа над композициями из песка и деревянными скамейками закончится 8 августа. Итоги конкурса подведут в этот же день. Ксения Битюгина, Андрей Глушенко, Сургут Интерновости.